Зовут меня Игорь Стурейко. Я преподаю в ОТУСе и руковожу несколькими курсами. Я руковожу курсами обучения с подкреплением, я руковожу курсом финансового ML, то есть в рамках которого мы сегодня здесь собрались, курсами линейки ML Basic и Professional и ML Ops. Это курс, посвященный выкатке ML-моделей в продакшн. По образованию я физик, закончил я Московский университет и всю свою, ну как бы там же защитился, и всю свою сознательную жизнь занимаюсь прикладной математикой и мат-моделированием. Писал на плюсах, последние лет 8 писал на Python, или правильно на Python, наверное, сказать. Последнее время немножко увлекся Go, но я не могу сказать пока, что я прям дошел до уровня профессионального разработчика на Go, поэтому основной мой инструмент пока что Python. Если кому-то захочется задать мне вопрос потом, то можно написать мне в телегу, она указана на слайде, и я всех призываю присоединяться к нашему сообществу в Линке, потому что русскоязычное сообщество ML-чиков, оно не такое большое. Я буду рад видеть всех коллег. Итак, чем мы сегодня будем заниматься с вами? Мы сегодня чуть-чуть еще познакомимся, мы поговорим чуть-чуть об ОТУСе, я скажу буквально пару слов, что такое ОТУС, в чем наши преимущества, в чем наши фишки, и пойдем к нашей основной теме. Я расскажу, напомню вам, что такое технический анализ, напомню про основные базовые индикаторы и напомню вам, что такое нейросети, какие они бывают и как их в принципе можно применять. Потом мы пойдем на практику с вами. Мы вспомним, как тестируются стратегии. Мы познакомимся с одним из инструментов тестирования стратегии. Мы протестируем простенькую стратегию скользящего среднего, которой мы занимались на прошлом вебинаре, и у нас не хватило времени на то, чтобы ее еще потестировать. И потом мы попробуем обогатить нашу задачу с помощью нейросети. Собственно говоря, это будет наша основная тема. И в завершении я немножко вам расскажу еще о нашем курсе, который стартует уже через две недели. Итак, про себя я рассказал. Чуть-чуть буквально прошу у вас интерактива. Кто вы, ваш опыт в IT, и, возможно, вы хотите прийти к нам на обучение. Скажите немножко пару слов о вашей мотивации. Мне будет приятно, ну и я увижу, что мои слушатели не спят. Это всегда приятно. А я пока пойду расскажу вам про отус. Не забывайте участвовать, задавайте ваш вопрос в чат. Как я уже сказал, вижу я его с небольшой задержкой. Ну и плюс он у меня открыт на другой вкладке. Поэтому я периодически туда хожу и отвечаю на ваши вопросы. Так, начнем мы, собственно говоря, с отусом. Что такое отус? Отус – это онлайн-площадка обучения, на которой мы учим вас различным специализациям и предоставляем различные курсы. В чем отличие отуса от кучи там различных онлайн-университетов? Мы не говорим, что мы сделаем вас там уверенным медлом за два года. Мы понимаем, что, во-первых, эта задача очень амбициозная, во-вторых, два года – это очень большой срок, и люди, скорее всего, потеряют мотивацию. Поэтому мы предлагаем вам небольшие по времени курсы, позволяющие заточить вам определенные навыки, то есть определенные скиллы. То есть, условно говоря, вам хотелось бы, не знаю, дотянуть скиллы, связанные с построением нейросетевых моделей. Ну, пожалуйста, ML Professional – курс для вас. Вам хочется познакомиться с обучением, с подкреплением. Пожалуйста, Reinforcement Learning – курс для вас. То есть, за 3-4 месяца мы позволяем вам дотянуть определенные скиллы. Вам не нужно платить за гигантские деньги, за огромные курсы, из которых вам нужно 2 месяца программы, а все остальное пойдет балансом. Мы получаем более мотивированных студентов. Получается, все в плюсе, все счастливы. Ну, и у нас очень большой набор различных курсов на самые разные грейды, там от джуна до лида. Иногда люди спрашивают, чему же вы можете научить лида. На самом деле, лида есть чем учить, не в том техническом стеке, в котором он является лидом, а в том, куда ему развиваться. Лиды обычно развиваются в сторону технического директора, которые требуют, например, уже менеджерских навыков, которых у него нет. Так вот, для лидов у нас есть курсы, два курса, по-моему, посвященных специально тому, как с должности технического специалиста перейти на должность технического директора, на управленческую такую. Ну, и вообще, курсов больше 150 штук на платформе, все это дело подробненько представлено. Что еще из плюсов от УСА я хотел бы отметить? У нас есть государственная образовательная лицензия. Это значит, что вы можете, ну, как бы вы по окончании получите диплом государственного образца. Все наши курсы являются программами повышения квалификации. И поскольку у нас государственная лицензия, вы можете подать это обучение в налоговый вычет, то есть получить немножко денег обратно. Это раз. Два, если вас направляет компания ваша на учебу к нам, то она тоже может подать эти суммы в уменьшение налоговой базы. И это зачастую является хорошим плюсом от компаний на этой дубе. Скажите мне, учились ли вы у нас? Может быть, вы о нас слышали, а может быть, кто-то пришел впервые. А я пока пойду, посмотрю, что вы мне пишете в чате. Так. По предыдущему вебинару есть вопрос. Была показана модель CatBoost на котировках Apple. Если ближе к реальности скорректировать трешхолд 0, на тренд-тест сплит и сцепая не календарный, shift минус 1, то метрики скатятся к 50. На какие метрики можно рассчитывать? Ну, на такой простой модели вы получите чуть-чуть больше 50 и вряд ли прямо сильно лучше. Для того, чтобы нам отработать лучше, нам нужно строить что-то более интересное, более серьезное. На самом деле, мы сегодня посмотрим на тестирование, на очень простую индикаторную модель. То есть, мы не будем строить там как бусты какие-то, мы просто построим торговые сигналы по скользящему среднему. И увидим, что даже такая простая стратегия в долгосрок позволяет немножко заработать денег. Даже с учетом, мы заложим туда сразу комиссии на сделки, и она нам сама сформирует стратегию и оценит ее прибыльность. Я покажу сейчас на практике, как это делается. Так, кандидат технических наук, Таганрогский радиотехнический институт, в IT 27 лет, на рынках с 108 года. Цель профессионально совместить понимание рынка и IT. Прекрасно, Виталий. Я надеюсь, что мы сможем вам здесь дать именно такую информацию. То есть, очень приятно, когда к нам приходят люди, которые именно не из IT, а именно из профессионального рынка. Группа получается более интересная, группа получается более богатая по опыту, и у вас получается возможность совместить в вашем студенческом комьюнити опыт и финансистов, и опыт ML-щиков, и построить действительно интересные модели. Так, первокурсник из IT. Интересная сфера ML в целом. В школьное время усердно изучал концепции в трейдинге. Немного теханализа, немного ICT, немного SM. СМ – это что вы имеете в виду? Интересно попробовать совместить увлечение трейдингом и ML. Попытаться разработать нечто новое. Нечто новое, ну, возможно, всегда надо стремиться к каким-то интересным вещам, к каким-то неожиданным идеям. Может быть, что-то и получится, хотя современные модели тяжелы, и прямо собрать такую вот модель, которая была бы на уровне действительно коммерческих показателей в рынке, это, наверное, будет тяжело просто за счет того, что нужно будет потратить много ресурсов, вычислительных ресурсов для ее обучения. Так, Иван, я ДС, работаю плотно с временными рядами, сейчас занимаюсь разработкой развертывания архитектуры. Вопрос. У меня 80 фичей, индикаторы теханализа. Имеет ли смысл разделять фичи на несколько моделей, чтобы уменьшить влияние мультикалиниарности? Или Катбуст все нормально отфильтрует? Смотрите, Иван, Катбуст это не лучшая модель, не единственная модель, но любая модель машинного обучения, она очень не любит высококоррелированных фичей. Поэтому, на самом деле, если вы разделите их на две, то большой разницы тоже не будет, потому что высококоррелированные фичи будут описывать одно и то же. Другое дело, что вы можете строить на этих фичах разные модели, не обязательно Катбуст, а там можно разные модели городить. И ансамбль из разных моделей будет работать уже лучше. Поэтому имеет смысл разделять, не разделять ни фичи, а имеет смысл строить ансамбль из разных моделей для того, чтобы итоговые предсказания были более адекватными. Так, второй вопрос. Данные акции и кредиты имеют тренд, поэтому Катбуст моделей и много что других плохо справляются с прогнозами, если будет сильный выход за диапазон значений. Как с этим бороться? Как с этим бороться? Ну, во-первых, мы можем использовать какие-то простейшие индикаторы, ну, точнее даже в серьезных моделях не простейшие, в наших учебных моделях простейшие индикаторы, в том числе и оценивающие силу тренда. И если у нас индикаторы оценивают силу тренда как падающую, то, значит, возможно, то, возможно, будет точка разворота или соскальзывание в боковид. И эти фичи тоже надо вкладывать в вашу модель. Так, настраивать ML-OPS и переобучать модельки или учить модельки на дифференциалках. Настраивать ML-OPS, переобучать модельки, причем в отличие от классического ML-а, у нас лучшая ситуация, потому что у нас есть всегда правильные ответы. У нас известный правильный ответ – это ситуация на рынке сегодня. И мы можем всегда сравнить качество нашей модели, то есть качество ее прогнозирования, качество ее работы с тем, что происходит в данный момент. И понять, обшибается наша моделька или не ошибается. Плывут у нее показатели вниз или не плывут. Если плывут, модельку можно переобучить. Так, Дмитрий, опыт в IT больше 30 лет. Как начальник отдела консалтинга? Интересно, куда движется индустрия? Ну, это глобальный вопрос. Я даже не знаю, смогу ли я что-то рассказать, куда движется индустрия. Вся индустрия, наверное, движется в сторону увеличения нейросетей. И все мы немножко становимся джипетологами. Не в том плане, что мы учимся писать промты, а в том плане, что мы учимся встраивать большие языковые модели в наш текущий технический стэк для решения задач. В частности, большие языковые модели очень неплохо работают со временными рядами. Они достаточно неплохо работают, помогают предсказывать значения на рынке. И несмотря на то, что сделаны они были для другого, они находят свое применение и здесь. Так, Иван Java Team Lead проходил повышение квалификации ПДС в своей компании. Вот он прошел курс Kotlin Developer. На данный курс уже записался. Ну, прекрасно, Иван. Тогда, значит, мы встретимся с вами через две недели, 31 числа. Так, хорошо. Я посмотрел ваши ответики и возвращаюсь теперь к презентации. Пойдем вспомним наших два предыдущих урока. Я не буду сегодня подробно останавливаться на теханализе. Буквально скажу пару слов. Напомню просто, что это такое. Основные концепции технического анализа. Если вы пришли сегодня в первый раз, предыдущие уроки доступны в записи. Я вам рекомендую их посмотреть, если вам хочется чуть-чуть подробнее об этом узнать. Значит, в двух словах. Технический анализ. Это метод прогнозирования движения финансовых инструментов, цен, как правило, основанный на анализе исторических данных о ценах и о объемах торгов. Второе важное. Не только цены, но и объемы торгов тоже обязательно используются. Основная идея технического анализа заключается в том, что все факторы, которые могут повлиять на цену, уже отражены в его цене. Поэтому мы, если анализируем то, что было, мы можем предсказать то, что будет. Значит, из чего состоит технический анализ? Это, как правило, паттерны на графиках. То есть это двойная вершина какая-нибудь, например, или различные тренды, флаги, треугольники. Все, что можно увидеть на графиках и исторически уже найдены такие конструкции, которые говорят о том, что что-то, наверное, будет происходить. Это технический индикатор. То есть это различные параметры, которые рассчитываются на исторических данных, которые служат косвенными такими показателями, то есть служат новыми фичами, новыми переменными, на основе которых мы можем уточнить будущий прогноз. Ну и не надо забывать обязательно об объемах торгов. Очень часто начинающие трейдеры, начинающие специалисты строят свои прогнозы, свои модели только на движении цены. К сожалению, это большая ошибка. Обязательно надо учитывать объемы торгов. Обязательно надо учитывать объемы торгов на смежных рынках, потому что перетекание капитала из одного рынка в другой является мощнейшим сигналом, который позволяет сделать краткосрочный прогноз на ваши бумаги, которыми вы торгуете, которые вы моделируете, сделать его гораздо более точным. Ну и плюс объем торгов показывает силу тренда зачастую. Ну как бы он является не прямым показателем, он является косвенным показателем силы тренда, но тем не менее он тоже в ней участвует. Итак, в двух словах, ну как бы не в двух словах, а основные три принципа, которые закладываются в технический анализ. Цены учитывают все. То есть все неизвестные и известные факторы уже отражены в текущей цене актива, поэтому нам надо анализировать только цену и только ее. Второй момент. Цены движутся в трендах. Это что значит? Это значит, что у нас помимо… Это немножко противоречит первому пункту, но тем не менее. Это значит, что у нас цена движется в некотором направленном коридоре, на который накладывается немоделируемый шум. То есть какие-то шумовые эффекты. Но в целом цена будет двигаться в некотором коридоре, восходящем или боковом, или нисходящем. И выявление вот этого коридора является предметом технического анализа. И третий, самый спорный принцип о том, что история повторяется. То есть все паттерны и модели ценового поведения, которые мы видели в прошлом, они будут такие же повторяться в будущем. Эта концепция исходит из того, что рынок формируется трейдерами. Трейдеры действуют по некоторым психологическим паттернам, которые вызывают повторяемость. И на самом деле этот принцип самый спорный, но при этом этот принцип является самосбывающимся пророчеством. То есть трейдеры считают, что он, скорее всего, верен. А современный рынок, который насыщен большим количеством роботов и, наверное, основные объемы торгов формируют алгоритмы и роботы, в них во всех заложены вот эти вот паттерны технического анализа. Ну, не только они, но, тем не менее, они там тоже есть в большом количестве. И когда срабатывает какой-нибудь характерный паттерн, то большое количество роботов срабатывает на этот торговый сигнал. Начинается, на самом деле, иногда ситуация курьезная. Иногда некоторые модели начинают работать в антипаттерны. То есть мы видим, что у нас складывается на рынке золотое сечение. У нас сейчас золотое пересечение, у нас это пересечение 50-200 дневный средний. У нас сейчас будет резкий рост рынка, потому что все роботы сработают. Поэтому мы сразу начинаем это учитывать. То есть если мы проспали золотое сечение, не вошли в рынок до него, цена стрельнула вверх, значит, скорее всего, сейчас будет отскок. То есть нам надо войти, и мы немножко подзаработаем, точнее, нам надо выйти, и мы немножко подзаработаем на отскоке. То есть на самом деле начинают проявляться такие вот механизмы в виде антипаттернов. И либо их закладывают вручную, либо серьезные сложные модели, способные такие антипаттерны увидеть уже самостоятельно. Ну, мы такими сегодня заниматься не будем, но на курсе я вам про такие расскажу. То есть это, например, обучение модели обучения с подкреплением. То есть RL позволяет выловить на рынке очень сложные паттерны поведения, очень сложные точки. И является одной из таких, одной из очень сильных моделей в ансамбле, на котором многое ориентируется. Так, теперь чуть-чуть про индикаторы технического анализа пару слов. Значит, мы сегодня с вами посмотрим, как бы в техническом анализе в библиотеке, например, Талиб, которой мы в основном пользуемся. Там 150 там с чем-то технических индикаторов различных, которые она автоматически рассчитывает, которые можно встраивать в модель. Значит, мы, естественно, такое количество сегодня считать не будем. Мы посчитаем там штуку 8, наверное, различных индикаторов. Ну и какие базовые, самые простейшие. Вот я привел на слайде. То есть это скользящие средние, как простая скользящая средняя SMA, Simple Moving Average, и экспоненциальная скользящая средняя. То есть когда у нас веса входящих компонентов в нашу среднюю, они взвешены по экспоненте. Полосы Bollinger'а, состоящие из скользящей средней, как правило, 20-дневной, и две линии стандартного отклонения. Пересечение полос Bollinger'а ценой является тоже торговым сигналом. Там RSA, индикатор относительной силы. То есть индикатор импульса, который показывает нам силу тренда. Там MACD, индикатор следования тренду. Хаотические эсцилляторы. Ну, сегодня мы эсциллятор не будем трогать и разбирать, но это тоже такой очень интересный показатель. Значит, Average True Range часто тоже один из базовых показателей. И два индекса. Индекс средней направленности и индекс скорости изменения. То есть это импульсные показатели, которые оценивают нам силу тренда, позволяющую по ним ориентироваться, приближаемся мы к точкам поворота или не приближаемся мы к точкам поворота. Теперь на этих индикаторах, то есть для каждого из этих индикаторов есть характерные паттерны, пересечения различные. Самые такие, например, известные, то, что на слуху, это пересечение простой скользящей средней, там 20-дневной и 50-дневной, или 50-дневной и 200-дневной скользящей средней. Пересечение полос Боллинжера ценой тоже является таким торговым сигналом. Отклонение, например, индекса ADX выше 30. Это прям такой сигнал, который показывает, что у нас мощный тренд наблюдается вверх или вниз, и мы можем это дело использовать в модели. Ну и так далее. Вот, про все про это мы говорили на прошлом занятии, и на основе этих технических сигналов, технических индикаторов мы можем строить простую сигнальную модель. Мы можем ее потестить, увидеть, что в долгосрок даже такая примитивная модель на вот таких вот визуально описываемых сигналах, она неплохо работает. То есть мы все равно работаем выше рынка. То есть даже вот такая вот моделька, которую мы строим фактически вручную, она позволяет нам работать лучше рынка и зарабатывать деньги. Собственно, на таких моделях брокеры и начинали свою деятельность, когда закладывались основы вот этой вот алгоритмического трейтинга, технического анализа. Это было в 30-х годах прошлого века. Но сейчас мы имеем возможность строить гораздо более интересные модели. Таким образом, мы можем с помощью либо классификационных моделей, либо с помощью нейронных сетей не получить, а имеем возможность интегрировать вот эти вот данные в нейронную сеть для того, чтобы она постаралась сама найти какие-то нами ранее не обнаруженные паттерны. То есть мы можем что-то дать ей явно, а что-то можем оставить на откуп модели. Итак, давайте чуть-чуть вспомним, что такое нейронная сеть. То есть что такое вообще нейрон? Нейрон – это некоторая математическая абстракция, которая работает схоже с нейронами головного мозга. Поэтому, собственно говоря, она названа математическим нейроном. Нейрон имеет входы, которые суммируются с некоторыми весами, потом имеет функцию активации и выходной канал. Вот что такое. А, и, соответственно, если мы собираем эти нейроны в связанную конструкцию, то есть у нас есть множество входных каких-либо каналов, потом у нас есть нейроны, которые связаны с нейронами следующего слоя, потом следующий слой, и на выходе мы получаем какой-то сигнал. Так вот, что такое? Это так строится нейронная сеть. Какие они бывают, и что значит обучить нейронную сеть? Так, фреймворки. Ну, давайте начнем сначала с полносвязанной сети. У нас есть нейроны входные, на которые к нам приходят наши сигналы. Затем каждый из них соединен со всеми входами нейронов следующего слоя, потом следующего и так далее. Сеть, как правило, сначала расширяется, потом сужается, и мы имеем некоторые выходные сигналы. Вот такая вот сеть называется полносвязанной сетью. Это самые первые сети, которые мы начали строить, и это самые первые сети, которые мы начали учить. Что такое научить нейронную сеть? Научить нейронную сеть, это значит для каждой вот этой вот связи между всеми нейронами подобрать ее вес. То есть это некий коэффициент от нуля до единицы, как правило, который определяет, как сигнал от этого выхода будет передаваться на вход следующего нейрона. И в процессе обучения мы подбираем по определенному закону веса для каждой вот этой вот связи. Это называется процесс обучения нейронной сети. Понятное дело, что руками написать это все, это очень сложно и это непродуктивно, поэтому у нас существуют специальные библиотеки для построения нейронных сетей. Две основные, самые широко распространенные библиотеки сейчас это TensorFlow от Google и PyTorch от компании Meta. Долгое время TensorFlow считался лидером, но за счет гибкости и за счет хорошей документации, хорошей поддержки и активно развивающегося комьюнити последние года три, наверное, уже PyTorch вышел немножко вперед, поэтому сейчас мы пишем все сети на PyTorch, хотя большой разницы здесь нет. В TensorFlow у нас есть возможность работать с немножко более верхнеуровневым интерфейсом, так называемой библиотекой Keras, которая работает поверх TensorFlow и позволяет нам очень легко собирать нейронные сети. Ну, PyTorch предоставляет нам, как правило, больше гибкости, то есть мы можем иногда прям на лету менять архитектуру сети, можем творить там внутри все, что угодно. Это актуально для каких-то сложных, разветвленных конструкций и сетей, но это как раз и послужило тем, что PyTorch набрал популярность. Сегодня мы с вами будем работать с PyTorch как наиболее популярным на сегодняшний день фреймворком. Так, какие же еще бывают сети, помимо полносвязанных? Полносвязанная сеть, как я уже сказал, была первая архитектура, с которой мы начали работать, но быстро люди поняли, что она не покрывает всех потребностей, что в некоторых случаях она учится очень долго, а в некоторых случаях она не учится вообще. И были сделаны, разработаны другие архитектуры, которые позволили решать специальные задачи. В первую очередь были разработаны архитектуры так называемых сверточных сетей. То есть сверточная сеть позволяет нам двумерное или трехмерное изображение сворачивать в некоторый выходной вектор, с которым уже мы можем что-то делать, что-то работать, подавать его куда-то на классификацию, еще куда-то. Такие сети очень эффективно работают с картинками. Они очень эффективно вытаскивают различные графические паттерны. Но картинка это наиболее привычная просто для нас среда, на которой мы воспринимаем работу сверточных сетей. На самом деле не обязательно картинка, а любая двумерная структура. Но в принципе можно и на трехмерной структуре работать, хотя будет немножко сложнее. Но если масс, например, множество каких-то временных рядов, то мы можем сформировать с вами двумерную матрицу, которая описывает происходящую ситуацию. И тогда на этой двумерной матрице сверточные сети начинают проявлять свои достоинства. Поэтому не надо зацикливаться на картинках, сверточные сети способны нам помочь и в обработках временных рядов. Не всех, не в тупую, но когда мы анализируем ситуацию на рынке, когда нам надо взглянуть на рынок в целом, когда у нас есть множество различных бумаг, множество измерений, множество сегментов рынка, то здесь с помощью сверточных сетей мы можем выловить достаточно интересные сложные паттерны. Следующей интересной архитектурой явились рекуррентные сети. Рекуррентные сети были построены из специальных блоков, которые позволяли в анализе учитывать предыдущую информацию, предыдущие сигналы, предыдущие состояние нашей сети. Сначала, когда их придумали, это была такая надежда, что мы сможем сейчас очень хорошо и четко моделировать различные временные последовательности, но мы выяснили, что на самом деле рекуррентные сети достаточно быстро все забывают, и они не способны вытаскивать из последовательности длинные паттерны, то есть помнить, что было достаточно далеко назад. Они достаточно быстро все это дело забывают. Еще одна интересная архитектура так называемой генеративной состязательной сети, ГАНы. Что она собой представляет ГАН? ГАН представляет нам структуру генератор-дискриминатор, то есть сначала у нас происходит генерация какого-то искусственного изображения, а потом дискриминатор пытается определить, это искусственное изображение или это реальный объект. Ну и за счет того, что выход дискриминатора является входом потом на генератор, который корректирует свою работу в зависимости от выхода дискриминатора, эта структура эффективно используется там, где нужно генерировать похожие структуры, похожие объекты. Ну вот в частности, когда вы просите нейросеть сгенерировать вам какую-нибудь картинку по вашему описанию, то здесь как раз в дело очень сильно вступают ГАНы. Потому что они способны из описания этой картинки сформировать саму картинку, которая будет почти неотличима от оригинала, который вы ей описываете. Еще одна замечательная архитектура, которая перевернула наше представление, так называемые трансформеры. Трансформерные сети, состоящие из двух конвейеров энкодера-декодера. И в отличие от рекуррентных сетей, трансформеры позволяют помнить очень длинные последовательности. Их механизм внимания, заложенный в эту архитектуру, позволяет сохранять информацию на протяжении очень многих шагов. За счет этого трансформеры стали популярны в обработке текстов. То есть, когда нам нужно сохранять какую-то смысловую информацию на протяжении очень долгого времени в обработке. Но там, где мы используем информацию о предыдущих состояниях и на основании нее делаем какие-то выводы, сразу же у нас в голову приходит обработка временных последовательств, обработка временных рядов. И да, трансформеры очень активно стали использоваться в обработке временных последовательностей. Одна из таких хороших сетей свободно распространяемых, которые можно установить себе на компьютер на базе трансформерной архитектуры называется TimeGPT. А, нет, TimeGPT нельзя. TimesNet. Я вас обманул. Архитектура называется TimesNet. Ее можно установить себе на компьютер. можно с ней поработать и она дает действительно очень неплохие результаты по предсказанию. Но, поскольку это трансформерная архитектура, учится она очень долго, учится она тяжело, вам приходится использовать графические ускорители для того, чтобы обучить эту сетку. И сообщество пошло дальше. Нам было предложено, так же, как обычный чат GPT, нам была предложена модель TimeGPT. Это предобученная трансформерная модель, которая предобучена на огромных объемах различных временных рядов, в том числе финансовых. И за счет того, что она была предобучена на этих данных, она очень неплохо предсказывает следующие значения в разных совершенно временных рядах. То есть мы ее немножко доучиваем на нашем конкретном временном ряде, и она начинает работать на предсказаниях. Единственный минус этого решения на сегодняшний день, то, что она под коммерческой лицензией, и это облачная модель, так же, как чат GPT. То есть мы не можем скачать ее к себе на компьютер, мы вынуждены обращаться в облако по API и запрашивать решение нашего кейса, то есть выгружать ей данные и получать от нее прогноз. Не всегда это удобно, иногда это ограничивается различными соглашениями в той компании, в которой вы работаете, особенно это актуально в финансовых различных моделях, потому что финансовые данные, финансовая модель – это всегда очень чувствительная информация. Так, и замечательная модель – LogLama, которую мы в последнее время активно тестим. Это модель, построенная на фейсбучной модели Lama, которая свободно распространяема. LogLama немножко подзаточена для работы со временными рядами в явном виде, со временными последовательностями. И за счет тоже огромной своей архитектуры предобученной она работает почти не хуже, чем TimeGPT, хотя и требует до настройки, до затачивания под задачу, но в отличие от TimeGPT она позволяет себя скачать и развернуть ее локально без публикации данных в сети. Таким образом, это является хорошим решением для серьезных игроков, серьезных организаций, которым нужна сильная модель и у которых есть жесткие требования по условиям безопасности и сокрытия данных. Поэтому, если будете смотреть в сторону серьезных трансформерных моделей, я вам рекомендую посмотреть в сторону LogLama. документация достаточно неплохая, есть ссылочка, опять же, презентация будет у вас к занятию приложена, можно по этой ссылочке будет сходить и почитать. Там, конечно, обзорная модель, но дальше можно идти в документацию Ламы самой и смотреть, как эту модель можно развернуть у себя на локальных серверах. Итак, мы чуть-чуть поговорили с вами про теорию. Я иду в чат. Так, какие есть методы выбора стоп-лосс в сделке? Без этого легко получить большие просадки, обнулить депозит. Ну, там вы можете просто на тестирование модели себе делать условия остановки на просадку. Любой оптимизатор, любой бэктестер вам может показать, что у вас получается на текущей модели. За этим надо просто следить именно при построении модели. То есть методов много, и то есть это там целый зоопарк. Мы будем говорить уже при детальном моделировании. Так, при конволенции то есть при сверточных сетях для временных рядов нужно ли перебирать перестановку признаков в датасете, чтобы применять свертки. Кажется, это должно влиять. Знаете, там есть множество различных плясок с бумном. Самое главное, когда вы работаете со свертками, следите, чтобы вы не свернули временной ряд. То есть вы можете сворачивать сворачивать фичи, вы можете сворачивать по различным рядам, но вы не должны сворачивать время. Так, если рассматривать индикаторы как производную цены по времени с различными допущениями, то возникает вопрос ухода от классического построения рынка на индикаторах. Какие безиндикаторные стратегии применяются в RL? Ну, опять же, мы можем тестить с вами вообще брать сложные, не сверточные, сложные сети, сложные архитектуры и тестить напрямую эти градиентные стратегии, как в обучении с подкреплением. То есть у нас есть модель энкодера, которая занимается фичи-инжинирингом из непосредственных данных. У нас в нее встроены различные либо трансформерные, либо рекуррентные архитектуры, которые позволяют выделять этой модели временные последовательности, которые ей нужны. И дальше есть схема обучения с подкреплением, которая позволяет ей отбирать те стратегии, которые она найдет. То есть RL-методы одни из самых эффективных на сегодняшний день. Точнее говоря, так, RL-методы плюс большие языковые модели, которые работают с новостным фоном, с текстовыми данными, то, что публикуется в открытой печати, ну там или не совсем открытый, оценивают влияние этих каналов, плюс работа с временными рядами на сложных трансформерных моделях. Вот такие вот ансамбли. Естественно, они там не три модели включают, там их множество. Каждая анализирует свои бумаги или свои сектора, но потом на предсказаниях этой модели строится финальная модель, то есть по методу блендинга или стейкинга, которая уже выдает финальное решение по торговому сигналу на той или иной бумаге. Так, какие методы ML наиболее эффективны для решения скальпинга? Ну, скальпинг одна из стратегий. Давайте мы не будем перескакивать. Ну, хорошо, скальпинг можно решать и трансформерами, и релькой. Как я уже сказал, это связка, которая работает почти для всех. Так, если обучать на фундаментальных данных, если обучать на фундаментальных данных, то качество модели улучшается. Простые индикаторные модели можно обогащать фундаментальными данными, и мы получаем гораздо лучший результат, чем если мы этого не делаем. Так, окей. Теперь посмотрим в сторону кода. Код у вас по идее будет виден. Так, у меня это нам не понадобится сегодня. Понадобится или нет? Так, писать код мы будем как emailщики, мы писать будем его в Юпитер-ноутбуке, но с исходным интерфейсом Юпитер-ноутбука работать очень неудобно, поэтому я работаю в VC-коде. У него есть плагин, который позволяет поставить, позволяет открывать, редактировать и работать с Юпитер-ноутбуками. И в отличие от PyCharm, это решение получается бесплатное. Как альтернатива, если вы пишете серьезный код на Питоне, то у вас почти наверняка есть PyCharm. PyCharm тоже позволяет работать с Юпитер-ноутбуками, но комьюнити-версия бесплатная позволяет работать с ними только на чтении. на редактирование он, по-моему, их то ли не сохраняет, то ли там вообще не работает, я уже не знаю. Что я могу добавить? VC-код легкий, хороший инструмент, который хорошо используют для небольших там учебных каких-то проектов, пэт-проектов и так далее. PyCharm прекрасный IDE-шка, огромный комбайн, который включает из себя все. То есть вы открыли окно PyCharm, развернули его на экранный режим и вы из него не выходите. Уже у вас там и докер поднимается, и база данных там же, и ноутбуки, исходный код, виртуальное окружение, управление пакетами, все там, все в одном месте. Консоль Питона можно открыть, консоль отладки можно открыть, перенести ноутбук в виде кода питоновского, собрать контейнер сразу, если вам нужно, запустить его, подключиться к базе данных. Все можно сделать в одном окне. Если проект большой, если вы серьезно над ним работаете, PyCharm, конечно, замечательный инструмент. Если у вас маленький пэт-проект, где вам надо переключаться, смотреть, делать множество экспериментов, открывать различные виртуальные окружения, то здесь вам удобнее, наверное, будет, я для себя нашел, что мне удобнее работать в VC-коде, потому что проще переключаться, не нужно такого количества различных инструментов, собранных в одном месте. Итак, что мы сегодня будем делать? Мы загружим наши данные с помощью Яхафинанс, мы посчитаем наши индикаторы с помощью библиотечки Талиб, как мы делали в прошлый раз, мы сделаем обратное тестирование с помощью библиотечки бэктестинг и мы построим нейронную сеть, попытаемся ее обучить на индикаторах, попытаемся, чтобы она нам сгенерировала торговые сигналы, увидим, что это работает очень плохо и действительно простая сверточная полносвязная нейронная сеть, не сверточная именно полносвязная нейронная сеть работает для таких случаев плохо. Здесь нужно строить более сложные конструкции, городить более тяжелые модели, но в силу того, что у нас демонстрационное занятие, я просто не успею вам рассказать, если я буду устроить серьезную свертку или трансфор обучать. Поэтому этими вещами мы позанимаемся уже на курсе, здесь мы поработаем с вами с простой моделью, но в общем и целом у вас будет пример того, как можно с этой штукой работать, вы сами потом можете сделать более сложную модель и посмотреть, какой результат она дает. Итак, мы с вами подгружаем данные почти за всю историю наблюдений с 2009 года до сегодняшнего дня загружаем данные Apple. Получаем стандартный наш датасет, сразу индексированный по дате, с которой мы можем работать. Это минимальный набор биржевых данных, с которыми мы можем работать. Давайте его отрисуем, посмотрим, что у нас получается. Мы здесь отрисовали с вами две скользящие средние, 20-дневную и 50-дневную, и их пересечение является для нас торговым сигналом. и возникает вопрос, а как нам вообще протестировать нашу модель? Мы в прошлый раз не успели, я специально отложил это на сегодня. Давайте попробуем протестировать такую простенькую модель на вот этих вот торговых сигналах, просто на пересечении 20-50-дневной скользящей средней. Для этого у нас есть замечательный библиотечка бэктестинг. Их две. Есть библиотечка бэктестинг, есть библиотека бэктестер, ой, бэктрейдер. И та, другая служат для тестирования стратегии, и та, и другая имеют почти одинаковый интерфейс. Единственное, что бэктестинг выдает нам на выходе, в отдельном окне в браузере симпатичные картинки. Мы можем ее запустить, она нам выведет интерактивную картинку, мы там сможем мышкой полазить, сохранить ее и так далее. Бэктрейдер выдает нам не такие симпатичные картинки, он выдает нам такой же отчет примерно, но картиночка будет гораздо худшего качества и менее симпатично выглядит. поэтому на какой библиотеке вы остановитесь это ваше дело, мне больше нравится немножко бэктестинг, хотя картинки вот эти с визуализацией стратегии я все равно ими не пользуюсь, я все равно смотрю на текстовый отчет, что получается. Так, каким образом? Ну, давайте посмотрим. Мы создаем нашу стратегию, класс стратегии, который наследуется от абстрактного класса стратегии, в котором мы, собственно говоря, и задаем наши торговые сигналы. В данном случае мы работаем со 20-дневной и 50-дневной скользящей средней, мы говорим, что мы рассчитываем эти два индикатора СМА1, СМА2, и затем мы должны переопределить функцию Next. Функция Next, она определена в классе стратегия, как абстрактная, и для того, чтобы наша модель завелась, нам нужно обязательно ее переопределить. Ну, и здесь мы ее определяем каким образом? У нас есть служебная функция crossover, то есть функция, определяющая пересечение тех рядов, которые мы в нее подаем. Ну, в данном случае мы подаем ряд 20- и 50-дневный и говорим, что это сигнал у нас на покупку. А обратное пересечение, когда у нас 50-дневный пересекает 20-дневный, это сигнал на продажу. Ну, собственно говоря, и все. Здесь может быть любая стратегия, любая функция, то есть мы посчитаем нашу модель с какими-то торговыми сигналами на базе нейросети. Пожалуйста, мы можем ее сюда точно так же вставить и посмотреть, какой будет результат. Позиться мы долго с этим не будем, потому что у нас сегодня все-таки основная задача посмотреть на нейросети, а не на обратное тестирование стратегии. Но документация достаточно неплохая у бэктестинга. Сходите, посмотрите в интернете. Основное, что она нам выдает, мы заложили определили наш класс стратегии и запускаем наш конструктор тестирования. Мы передаем ему данные, в данном случае я ограничиваю данные, начиная с начала 2023 года, чтобы нам не смотреть, что там было у нас в начале времен. Передаем сразу класс нашей стратегии, с которой мы работаем, начальную сумму инвестиций, с которой мы будем работать, и сразу очень удобно задать комиссию. Мы можем сразу задать, какой процент нас будет брать трейдер за совершение сделок. Чтобы у нас не получилось так, что мы выполнили тысячу сделок, и вся комиссия сожрала весь наш профит. Затем мы ее запускаем, и в переменный output у нас будет содержаться вся необходимая информация. Здесь мы выведем с вами финальный капитал, то есть мы видим, что наша моделька за 23 и половину 24 года на всего-навсего, которая работает на индикаторе скользящего среднего, заработала аж 20%, то есть она заработала 2000 долларов, начиная с 10000. Различных показателей очень много, то есть мы можем вот это все вывести сюда, посмотреть, то есть здесь даты начала, то есть сколько он там процентов он сделок выполнил, сколько у него там процент возврата, различные соотношения, то есть вот в частности вы меня спрашивали по просадкам, да, просадка максимальная, у него получилась просадка получилась не такая уж большая, поэтому модель не такая уж и получилась плохая. Вот, то есть показателей различных много и не имеет смысла, как правило, строить в графическом виде, ну так только для красоты, для какого-то отчета инвесторам, а для работы с реальными моделями, конечно, проще работать в таком текстовом виде и вытаскивая те показатели, которые нам нужны. То есть это обычный словарь, к которому мы можем обращаться по ключу, который мы задаем. Например, попросить финальный капитал на конец периода. Вот он нам возвращает в обычном числовом виде финальный капитал на конец периода. Я призываю всех, кто занимается алготрейдингом, всегда ваши модели, которые вы обучаете тестировать с помощью вот либо такого инструмента, ну, либо можно написать свой собственный для каких-то экзотических ситуаций. Как правило, свой собственный имеет смысл писать, когда у вас какая-нибудь очень сложная разветвленная модель, то есть какая-то портфельная стратегия оптимизации. В некоторых фреймворках есть, конечно, инструменты для работы и с такими стратегиями, с портфельными. Например, для обучения с подкреплением есть замечательная библиотечка FinRL. Я все время ее рекламирую. Я не фанатом являюсь, но я считаю, что действительно хороший рабочий инструмент, который особенно на начальном уровне позволяет вам решать очень большой, очень широкий круг задач, ну, и, в принципе, потом усложнять ваш ансамбль почти до бесконечности. В частности, там есть и инструмент бэктестинга, который позволяет тестировать сложные портфельные стратегии и смотреть, что же, собственно говоря, получается. Так, ну ладно, это было у нас немножко такое отступление лирическое с прошлого вебинара, то, что мы не успели сделать. Итак, попробуем построить нашу модель на базе нейросетей. Мы посчитаем различные индикаторы технического анализа, то есть мы посчитаем СМАшки, скользящие средние, достаточно большой набор, от 5 до 200 дней, мы посчитаем скользящие средние по объемам, то есть они тоже будут учитываться в нашей модельке, мы посчитаем взвешенные скользящие средние. Взвешенные лучше реагируют на какие-то резкие подвижки цены, поэтому, ну поскольку мы будем работать на периоде там с 20-го года и дальше ближе, здесь были резкие изменения цены, поэтому взвешенные средние наверное предпочтительнее брать, чем просто скользящие. Мы добавим полосы Боллинжера, мы добавим РСАЙ, мы добавим сюда МАЦД индикатор, АДХ индикатор, РСАЙ, там второй раз я, к сожалению, задублировал, ну ладно, здесь у нас 14-дневная, а здесь у нас 5-15-дневная и РОК кривую. окей, достаточно такой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 технических индикаторов из примерно 150, которые нам предлагает библиотечка Талиб, но тем не менее мы вот 7 различных индикаторов в нашу модель добавили, точнее говоря, 7 типов, потому что для скользящих средних мы взяли достаточно большой набор индикаторов по RSI мы взяли тоже там 4 индикатора в результате, там по DX мы 2 взяли, то есть мы добавили достаточно большой набор. Теперь наша целевая переменная. Что мы хотим предсказать? Начинающие трейдеры всегда пытаются предсказать цену. На самом деле зачем? Зачем вам цена? Вот скажите мне, зачем вам будущая цена? Вам нужно, вам достаточно знать, будет ли будущая цена, например, завтрашняя, окажется ли завтрашняя цена выше сегодняшней цены закрытия больше, чем на комиссию сделки. И этого вам достаточно, потому что если завтрашняя цена оказывается больше сегодняшней плюс комиссия сделки, значит, если вы сегодня купите, завтра продадите этот актив, вы будете в плюсе. И в принципе этого достаточно для того, чтобы ваша модель была успешной. При этом ваша модель становится от регрессионной переходит к классификатору. Классификатор учится лучше. Регрессионные модели более сложные, с ними сложнее работать, с ними сложнее управлять, чем классификаторами. И мы будем строить сегодня очень простую классификационную модель. Мы будем смотреть на пересечение 20-50-дневной скользящей средней, то есть на тот торговый сигнал, который мы уже видели наверху. и будем просить нашу модель сгенерировать по вот этим значениям, которые у нее есть, торговые сигналы, то есть продать, купить. Всего у нас получается 41 фича, то есть исходные фичи, плюс те фичи, которые мы сгенерили, плюс бинарные фичи, которые мы сгенерили здесь, то есть видите, у нас фичи, которые там пересечения 20-дневка выше 50-дневки, 20-дневка ниже 50-дневки и то и другое одновременно, то есть у нас как бы пересечение вверх или пересечение вниз и вот на основе вот этих вот штук мы формулируем наш итоговый бинарный таргет. Окей, хорошо, 41 фича. Какую мы можем построить сеть? Ну, поскольку у нас 41 фича и мы не будем сворачивать время, вообще мы не будем обращать внимание сегодня на время, мы будем считать, что время у нас учитывается в наших скользящих средних и в других индикаторах. То есть вот это соотношение текущей цены и соотношение технических индикаторов, рассчитанное на текущую дату, это является нашим пространством признаков, которой достаточно. Окей, попробуем построить очень простенькую сверточную нейронную сеть, то есть у нас на входе 41 признак, потом у нас 60 нейронов на скрытом слое, 64 нейрона на скрытом слое, 64 нейрона на скрытом слое и 1 нейрон на выходе, который мы запускаем на сигмоиду, которая выдает нам бинарный ответ true или false. То есть наша сетка решает, есть сигнал или нет сигнала. Соответственно, потом мы можем взять еще дополнительно знак на пересечение 20-дневный, на соотношение 20-дневный и 50-дневный и получить тогда уже разделение, это у нас сигнал на покупку или сигнал на продажу. Но и так у нас будет достаточно сложно с нейросетью, ограничимся просто тем, что пусть наша модель по вот этим фичам нам предскажет торговые сигналы. Даже эта задача для нее, для такой простенькой сети становится очень сложной. Итак, собрали мы нашу сеть прямого прохода и давайте попробуем ее поучить. Ну, учить я не буду, у меня учится, она, конечно, не очень долго, но учится она не очень стабильна. Значит, мы выделяем наш таргет, мы собираем в тензоры наши фичи и нашу целевую переменную, мы складываем это все дело на девайс, на котором мы будем считать, но у меня на ноутбуке GPU-шки нет, поэтому у меня будет это просто центральный процессор, у вас, если есть GPU-шка, то будет у вас на GPU-шке считаться, и дальше мы складываем саму модель на наше устройство, задаем в качестве loss-функции кросс-энтропию, задаем в качестве оптимизатора здесь SGD, в принципе, можно Адама задать, будет получше немножко оптимизироваться, сходиться. так, дальше мы считаем на протяжении 50 эпох мы учим нашу модель, то есть мы считаем предсказания, мы считаем на них ошибки, мы считаем обратное распространение ошибки через нашу сеть, и мы делаем шаг оптимизатора, то есть мы корректируем веса нашей сети. Собственно говоря, вот это вот, это главный цикл обучения нашей модели. Почему у меня тут все сейчас закомичено? Потому что смотрите, что у нас получается. Мы нашу модель инициализировали начальными весами. После этого мы начинаем ее учить, и она по поверхности функции потерь сходится куда-то к минимуму, ну, к какому-то минимуму. В зависимости от того, с чего мы начали, она может сойтись к разному минимуму. И здесь, к сожалению, так у нас и происходит. Решение этой задачки на базе нейросети, оно является достаточно нестабильным, и мы не всегда получаем нормальный разумный ответ. Так бывает для нейросетей, так часто бывает, вообще часто бывает для агентов обучения с подкреплением это в отличие от классических нейросетей это вообще не очень стабильная штука. Несмотря на то, что она нестабильная, она позволяет иногда достичь очень неплохих результатов, но иногда бывает так, что она учится, учится, все идет хорошо, а потом, например, вообще сваливается и перестает учиться, начинает предсказать какую-нибудь ерунду. Поэтому для нейросетевых моделей удачные реализации, то есть удачные обученные модели всегда надо сохранять и пользоваться ими уже в дальнейшем или доучивать их до каких-то новых результатов. Поэтому здесь у меня закомичено, моделька, которая у меня обучилась, она вот сохранена и она не сказать прям, что она идеальная, но более-менее ничего. Давайте посмотрим, что у нас получится с ней, то есть мы прогоняем ее для проверяем, что у нас получается, собираем некоторый такой маленький датафрейм, в котором у нас есть истинные предсказания, ну в данном случае по трешхолду мы берем 0.5 и есть наше предсказание модели, то есть у нас есть торговые сигналы true или false и у нас есть предсказание нашей модели true или false и все это дело отрисовываем. Зелеными треугольничками отмечены сигналы, которые были сгенерированы нам нашей простой индикаторной моделью, а красненькими сгенерированы сигналы, которые построила наша моделька на базе нейросети. она понастроила нам гораздо больше сигналов, можно их дополнительно проверять, можно их разделить, но в принципе мы уже видим, когда мы обучаем нашу модель, что она начинает генерить нам достаточно много шумовых различных паразитных сигналов и нам надо работать над ее улучшением. Если вам интересно, можете погонять такую модель у себя, но в принципе уже видно, что модель с поставленной задачей справляется плохо. То есть обычная полносвязная нейронная сеть такую задачу решает плохо. И вообще полносвязная нейронная сеть с временными рядами и даже с индикаторными моделями работает плохо. То есть мы вынуждены строить более сложные, более тяжелые модели и для простых индикаторов получше немножко будут уже работать рекуррентные сети. Только в рекуррентные сети нам нужно будет подавать не сами цены, не сами движения цены, а нужно будет подавать вот эти вот сглаженные кривые. И вот на них уже рекуррентная сеть более-менее заработает. Но мы не уловим тогда с вами короткие подвижки. Если мы будем ориентироваться на торговлю в долгую, то есть входя на недели и месяцы в позиции, то на индикаторных моделях можно работать. А если мы хотим работать на коротких позициях, работать в течение суток, то нам придется строить гораздо более интересные и сложные модели. Но сложность их уже такова, что рассказать за одно занятие внятно, что там получается, у меня просто нет возможности. Поэтому на этом наверное основная практическая часть у нас будет сегодня закончена и я вам расскажу чуть-чуть про наш курс, что собственно говоря мы будем изучать с вами уже на курсе. Давайте я схожу посмотрю на вопросы. Так, если обучить, так это я говорил, спасибо за ответ по безиндикаторным стратегиям. Показали на очень интересный подход. Ну, спасибо, пожалуйста, конечно. Так, на курсе будут разбираться примеры по западным рынкам или по московской бирже тоже. Подходы у нас все равно будут одни и те же. Данные мы будем с вами смотреть как на крипту, так на московскую биржу, так и на данные даваемые их финансы, то есть это Нью-Йорк. Поэтому подходы будут одни и те же, как соединиться с московской биржей и как скачать оттуда данные, я вам все покажу. или не я, там кто-то из моих коллег. Так, реально ли сделать модель, предсказывающую цену на базе фундаментального анализа? Нужно смотреть в сторону языковых моделей? Нужно смотреть в сторону языковых моделей обязательно. Почему? Потому что очень многие движения выходят на новостном фоне. Все серьезные компании, которые работают на алгоритмическом трейдинге, они имеют платные каналы подписки с крупными всеми новостными издательствами и получают новости примерно там за 30-40 минут, ну, 20-30 минут, скажем так, до того, как они будут опубликованы на официальном портале. Эти каналы платные, но это позволяет сделать какие-то телодвижения до того, как новости выйдут в широкий мир. Так, есть, как забирать данные с ММПБ, есть ли библиотеки, есть библиотеки, все это будет у нас. Лаглама на курсе будет разбираться. Мы будем разбирать с вами в последнем модуле сложной ансамбли. Мы будем разбирать с вами обучение с подкреплением Reinforcement Learning и вот эти вот LAMA модели, ну, не LAMA, LLM модели. В том числе мы посмотрим, как построить модель оценки тональности новостей с какой-то из какой-то из языковых моделей, не знаю, какая еще будет у нас на тот момент. и можно будет ее прикручивать уже в ваш ансамбль. Лаглама, она просто для прикручивания на прогнозирование временного ряда, она не очень сложная. Если вы ее хотите прикрутить к анализу новостных, анализу тональности новостей, то там сложнее, потому что вам надо работать с имбеддингами так называемыми, с векторным представлением текстов и уже анализировать их. Так, если в лагламе как классификатор распадений, как в буст, эти данные подать, какие метрики можно получить? Потому что я не знаю, какие метрики можно получить чисто на лагламе. то есть на индикаторной модели получилось за 23 остатки 24 года мы получили профит в 20%. Много это? Ну, в принципе, не очень много, но все равно это лучше, чем ничего. Все равно мы в плюс сработали. Чисто на лагламе не знаю. Я ее не тестил вот в отдельном виде дистиллированном. модель в шот работает. Какие сделки также подбирают? Объем сделки также подбирается моделью? Нет, здесь у нас тупая модель, она не подбирает объем сделки, она делает, по-моему, за одну сделку до 20% от своего капитала. Но никто вам не мешает усложнять модель и делать подбор объема в зависимости. Ну, я бы привязал объем, который вы выпускаете на каждую сделку к индикаторам силы трендов. Так, можно ли будет задать вопрос в личку ТГ? Можно, пишите, постараюсь ответить, ну, как бы, что там смогу, опять же, по загрузке, потому что я же не только читаю лекции, я еще и работать пытаюсь. Но постараюсь ответить, да, пишите. так, как при работе внутри дня анализировать всплески волатильности, в том числе при открытии рынка. При открытии рынка анализировать сложно, потому что у нас нет текущей предыстории, можно анализировать по связям с другими площадками, то есть, например, мы смотрим, что происходит на Нью-Йорке, Европе и Гонконге одновременно, и это нам дает некоторую информацию для открытия нового дня на том же Нью-Йорке, например. Как в течение дня, ну, как обычно, то есть, мы смотрим не суточные тики, которые нам предоставляет ЯХА финанс бесплатно, а мы смотрим на там минутные или там секундные данные, ну, смотря на каком шаге вы работаете, и точно так же в течение дня работаем, то есть, моделька, она обучается, например, ночью, если у нас закрыта торговля и мы не работаем в это время, модель переобучается ночью на актуальных данных, и с утра она работает, нам предсказывает результат. Легче дообучить LLM-модель или даже дополнить контекстом для фундаментальной оценки сантимента. Это был вопрос или комментарий просто, судя по всему. Будет ли в курсе про развертывание торговых ботов? Есть какие-то площадки для развертывания ботов на биржах или API-бирж для осуществления операции покупки-продажи? Значит, про развертывание будет. Мы в последнем учебном модуле будем с вами выкатывать нашего бота в Яндекс Клауд. Мы не будем решать какую-то очень сложную задачу. Мы просто разберемся, как создать виртуальную машину, которая работает круглосуточно и как на нее выкатить модель и настроить мониторинг качества работы этой модели. Поэтому выкатка будет. Мы не будем на каких-то специальных площадок не надо. Вы просто создаете необходимую инфраструктуру в облаке. Мы будем показывать в Яндекс Клауде, потому что с Амазоном из России сейчас работать не получается вам. И второе, у нас есть возможность выделить вам ключи для работы в Яндекс Клауде. Вам не придется платить за инфраструктуру, когда вы учитесь на курсе. У вас будет возможность развернуть виртуальные машины в Яндекс Клауде, выкатить на них вашего учебного робота, настроить, посмотреть, что это все нормально работает, ну и потом принимать решение, надо ли вам продолжать пользоваться этой инфраструктурой. То есть она не будет никак привязана к ОТУСу, это будет ваш личный аккаунт. Мы просто вам дадим промо-код, который позволит на какую-то сумму, по-моему, рублей на 500 разворачивать эту инфраструктуру. То есть для обычной виртуальной машины это примерно месяц без безостановочной работы. Более чем достаточно. Так, в качестве инструмента размещения ордеров что-то будет готово использоваться? Нет, мы будем пользоваться API-шкой, я пока точнее не говорю не так, я покажу вам, как пользоваться API-шкой, и вы из Питона можете уже поднимать свою торговлю самостоятельно. Так, на курсе будут рассматриваться модели для торговли на 3 дня? Не с краткосрока мы будем скальпинг смотреть с вами, но про остальные мы будем разговаривать. Так, какой брокер лучше всего заточен на алго-трендинг? Не знаю, какой именно зависит от того, как вы работаете, как вы торгуете, с какой площадкой вы работаете, то есть тут такой широкий круг и такой широкий зоопарк, что вам ответить, я даже не знаю. Опять же, очень много вы будете работать на крипте, или вы будете работать на ценных бумагах, на акциях, вы будете работать на фьючерсах, на российских, или вы будете работать на Нью-Йорке, или на Гонконге, от этого будет зависеть того, какой именно брокер, площадкой вам следует пользоваться. Я помню, мне кто-то задавал в чате вопрос, как нам получить API-доступ к квик-терминалу, и в том числе как раз к брокеру это было, вам не нужен доступ к квик-терминалу, вам нужен доступ к API-бирже, и вы дальше уже возьмете оттуда всю необходимую информацию и передадите ей все необходимые торговые сигналы. квик это просто один из инструментов, который позволяет вам работать на вашем личном компьютере. Когда имеет смысл ограничиться методами логистической регрессии деревьями, решение, когда нужно идти в нейронные сети. Когда, если вы работаете на очень маленьких таймингах, то есть, если вы вынуждены дообучать вашу модель, например, каждый час, то вам придется пользоваться легкими моделями, такими, как деревья, решения, еще что-то подобное. Если вы идете на сложные ансамбли, которые вы переобучаете ночью или переобучаете раз в неделю, то там, естественно, будете пользоваться нейронными сетями. Так, если говорить про Мосбиржу, то единственное, ну ладно, сейчас мы уже уйдем с вами в роман обсуждения каких-то таких деталей технических про конкретные API. В принципе, мы будем разбирать API-шки. Самые простые, если вам, если вы хотите, начинаете только торговлю, вы знакомитесь с этой с этим делом, то для вас самая простая API-шка это для критты. То есть, вы можете построить свои торговые стратегии, вы имеете возможность подключиться туда, вы имеете возможность создать демо-аккаунт с какими-то виртуальными суммами и протестировать, как ваш робот работает. Так, будут ли рассмотрены нейронные сети для анализа стратегии торговли опционами на американском рынке, про опционы мы поговорим. Скажем так, прямо в явном виде мы опционы очень подробно рассматривать не будем. Мы поговорим, что это, мы поговорим, в чем особенность работы с опционами, но прямо в явном виде модели я демонстрационно строить не буду. если вы захотите в вашей курсовой работе коснуться моделей на опционах, то я вас проконсультирую, но прямо детально мы не будем разбирать модели на опционах, потому что это сложно. Мы зароемся с вами очень-очень глубоко, и просто для тех, для кого это неактуально, это будет потерянное время, для тех, кто плохо понимает, что такое модель на опционах, будет это очень тяжело разобраться. Так, ну хорошо, на вопросы я поотвечал, давайте я вам чуть-чуть расскажу про нашу программу. Программа у нас будет из шести учебных модулей и финального курсового проекта. Мы поговорим на первом модуле про вообще финансовые рынки, про основные понятия, про основные инструменты, что такое акции, облигации, опционы, что такое крипта, что такое валюты, и как все такое товарная биржа, и как все это дело связано. И начнем вспоминать с вами основы email, то есть мы поговорим про классический email, про классические модели, мы вспомним базовую статистику, мы посмотрим чтобы не возникало у людей вопроса, что такое стандартное склонение, то есть как строятся полосы Болинжера и так далее. Мы посмотрим основные какие-то библиотеки инструменты и начнем и как бы все это будем делать на питоне. Затем во втором модуле мы пойдем в технический анализ. Мы вспомним еще что такое технический анализ, что такое индикаторы, что такое паттерны графические и как их вычислять с помощью библиотеки Talib, она имеет большое количество паттернов встроенных. Мы поговорим про интеграцию технического анализа на простые классические модели, мы добавим сюда немножко фундаментального анализа и попробуем поработаем с оценкой эффективности наших таких вот индикаторных моделей. Затем мы пойдем в более сложные ситуации, мы поработаем с вами с признаками то, что называется фич инжиниринг. Пройдемся более детально по вопросу подготовки данных, что такое пропуски данных, данных, что такое аномалии данных, как это фильтровать и как с вами построить конвейер предобработки, то есть который не будет требовать от нас ежедневного внимания, который будет выполнять всю предобработку данных автоматически, он будет подсасывать все данные, которые есть, фильтровать их, убирать пропуски на фиче инжиниринге, если они у нас создаются, и формировать для дальнейшего работы, дальнейшего обучения моделей уже готовый датасет. Затем мы поговорим с вами вообще о том, что такое стратегия. Не простая там моделька на индикаторах технического анализа, а что такое вообще торговая стратегия, как объединять различные простые модели в различные простые индикаторы в связанную стратегию. Поговорим, что такое портфель, что такое оптимизация портфеля и какие методы здесь существуют. И поговорим с вами о том, как бороться с переобучением. Чтобы наши модели не сваливались в какие-то выученные ошибки и все-таки могли адаптироваться под новые данные, которые к ним поступают. Ну и посмотрим, когда нам надо сваливаться в переобучение модели. Чуть-чуть поговорим про высокочастотники. лекция будет одна, в общем-то она будет обзорная по высокочастотным моделям и сразу хочу сказать, высокочастотными моделями мы заниматься не будем. Почему? Потому что высокочастотные модели не пишутся на питоне, высокочастотники пишутся на плюсах, ну в крайнем случае на go. Это сложные языки, гораздо сложнее питона, работать с ними не так-то просто, это отдельная тема, и второй момент, работа с высокочастотными моделями требует хорошего быстрого канала с биржевой площадкой. Мы не можем вам обеспечить хороший быстрый канал с нашими учебными биржевыми площадками, более того, мы не можем с вами часто работать на одной и той же площадке на каком-то хорошем канале. Мы часто разбросаны где-то по миру, и поэтому я не касаюсь особо высокочастотной торговли, то есть я расскажу, объясню, что это, я расскажу, какая там специфика работы с высокочастотными данными и какие подходы существуют. Дальше, если вы решите пойти в эту сторону, пожалуйста, я могу посоветовать, где что посмотреть и почитать. Затем мы пойдем в глубокие сети, то есть мы посмотрим, что вот эти простенькие наши сети на обычном техническом и фундаментальном анализе особо не работают. Мы пойдем в применение сверточных сетей, мы пойдем в углубление сетей и усложнение инфраструктуры, мы посмотрим так называемые резидио-блоке, то есть которые позволяют выстроивать действительно глубокие архитектуры и при достаточном количестве данных уже работать более эффективно. Ну и посмотрим какие-то более такие интересные задачи. Вот и чуть проговорим в этом блоке про регуляторные аспекты, то есть какие данные являются закрытыми, какие данные можно озвучивать, какие данные нельзя озвучивать, какие данные чаще всего защищаются, ну и какие данные вам следует защищать в ваших работах, которые вы будете публиковать потом. Значит, и последний наш учебный блок, мы поговорим про действительно серьезные вещи, то есть мы поговорим про применение LLM-ок, применение LLM-ок как в анализе новостного фона, так и в анализе временных рядов. Мы поговорим про обучение с подкреплением, какие здесь существуют фреймворки и модели, каким образом их цеплять в нашу среду. Мы соберем с вами финальный ансамбль на, я надеюсь, на сложных подходах, и мы выкатим этот ансамбль в облачную среду и настроим для него обновления и переобучения, то есть чтобы у нас собирались метрики, чтобы у нас был настроен алертинг, и мы понимали, когда нам надо запустить переобучение нашей среды. Это будет очень такой насыщенный тяжелый модуль, потому что каждая из этих тем потребует от вас дополнительного изучения и освоения. Если вы потом решите, что вам не хватает, то по многим из этих тем у нас существуют даже целые отдельные курсы, то есть по RL у нас отдельный курс на 4 месяца, где мы разбираем детально обучение с подкреплением, по выкатке моделей в облачную среду, настройке метрики переобучения у нас тоже есть отдельный курс MLOPS, которым я тоже руковожу. Там тоже очень много различных аспектов, то есть если вы учите тяжелые модели, то вам понадобится Spark кластер для обучения этих моделей или кластер на GPU-шках. Его тоже можно развернуть в Яндекс. Облаке, но это уже не так просто, как обычную виртуальную машину, и за одно занятие я такую тему тоже вам не расскажу. Поэтому изучать и совершенствоваться есть куда, но для того, чтобы создать своего первого бота, который будет достаточно разумен, который будет торговать лучше рынка и который будет получать такой неплохой профит, этого будет в принципе достаточно. И последний модуль это финальный проект. Мы с вами в принципе задача нашего курса построить торгового робота, вы начнете ее решать, я вас буду консультировать с коллегами, мы будем помогать вам в тех сложных вопросах, которые у вас возникнет, как получить реальные данные, как связать вашего робота с реальной торговой площадкой, как настроить API, как получить ключи и тому подобные вещи. В конце у нас с вами будет защита. Я понимаю, что данные, которые вы получите, то есть ваши торговые роботы, это помимо того, что это частная собственность интеллектуальная, это еще могут оказаться закрытые коммерческие данные. Поэтому защита будет в виде презентации. вы будете рассказывать о постановке задачи, о том, какие методы вы использовали для ее решения и каких результатов достигли. Я не буду требовать от вас исходный код вашей модели и обученного робота. Это останется у вас в качестве вашего достижения, которое в принципе может получиться так, что даже будет неплохо работать и зарабатывать какие-то деньги. Собственно говоря, на этом наш курс закончится. Ну и наш открытый урок на этом тоже завершается. Я вас хочу попросить заполнить небольшой опрос. Я вам отправил его в чат. Единственный момент, что для того, чтобы его заполнить, надо зайти залогиниться на платформу Отуса. У вас логины там есть, потому что вы получали ссылку на это занятие, но если вы не зайдете, не залогинитесь, то этот опрос не откроется. Этот опрос несет мне просто информацию, действительно ли было интересно, действительно ли как-то хорошо или плохо, или может быть что-то нужно улучшить, ну или может быть кто-то действительно уже хочет прийти на курс и готов мне пожать руку. Так, значит, чуть-чуть про процесс обучения, про наш обучение. Мы учимся мы в онлайне два раза в неделю по примерно полтора-два часа в зависимости от урока. Все материалы, все записи видео сохраняются у вас в личном кабинете. Они будут вам доступны все время, наверное, всегда пока существует отус. И что еще добавить, будет несколько домашних заданий, в среднем по одной на каждый модуль курса, и в последнем модуле их будет две, связанные с разворачиванием ансамбля и выкатки этого ансамбля в облако, поэтому там будет две темы. Ну и собственно говоря, мы готовы к старту через две недели, и я буду рад видеть вас на этом курсе. Так, спасибо большое за ваше внимание, я вопросов больше не вижу особо, и что я могу сказать, был рад вас сегодня всех видеть, был рад вашим вопросам, и надеюсь встретиться с вами на курсе. Спасибо большое, всем хорошего вечера. До новых встреч!